Праздник начинается с порога. Скоморохи зазывал и устраивают хоровод. И едва сняв куртки и пальто, зрители ждут у елки зимнего волшебника Деда Мороза. Скоро, скоро Новый год! Скоро Дед Мороз придет! За плечами елочка, пушистые иголочки. Он подарки нам разносит и чайхит считать нас просит. Скоро сказка сказывается, и Дед Мороз и Снегурочка уже тут как тут. И пока маленькие зрители здесь задержатся, мы отправимся на встречу с авторами постановки. Будет отличаться немного эта сказка по стилю от того, что мы предлагаем обычно вот каждый год. Немного эта сказка в таком немножко шаржированном что ли стиле написано. где-то близко, наверное, к мультфильму «Маша и Медведь». До детей нужно донести главный текст, главное содержание. Главные те идеи, которые заложены в каждой доброй сказке. Мысли о счастье, мысли о мечте, которая должна быть у каждого человека, которая приведет его к заветной цели и должна обязательно в Новый год сбыться. Находчивый, задорный, веселый, шустрый, крепкий и морозоустойчивый, Снеговик вместе с Лисой в лавке Деда Мороза готовят подарки к Новому году. И вдруг обнаруживают, что пропали волшебные часы, а без них и Новый год не наступит, и желание не исполнится. Искать будем недолго, но по всем сказкам. Найдем, пусть будет тайной. В этом году у нас замечательный детский мюзикл. Как мне кажется, сейчас в очень популярном жанре, потому что все любят детективы. А у нас, получается, Снеговик проводит такое детективное расследование, и дети благодаря музыке попадают в разные сказки. И встречают знакомых героев в неожиданных настроениях. Вот и снежная королева, которую мы привыкли видеть властной, грозной и холодной, мечтает стать женщиной теплой и домашней. Дело номер 2017 должно быть закрыто, а Снеговик с Лисой и сказочными друзьями весело-весело встретит Новый 2018 год. Я желаю, чтобы в Новом году у всех исполнились заветные мечты. Галина Белоусова, Анатолий Рашевский, Дон-24, Ростов-на-Дону.